Сложные деньки настают, да? Ну да ладно. Мы обращаемся к дивному мероприятию, которое нам дает электричество. Да-да-да-да-да. Что нам дает электричество и где все это дело располагается? Мы находимся на Комсомольской 17 в Электросиле. Я просто вчера съездил к своему товарищу и посмотрел хороший качественный дом. Но в этом хорошем качественном доме почему-то не было отличных светильничков. Да-да-да-да. Так вот, за такими вещами, которые в принципе всем необходимы, мы сюда и зайдем. И увидим удовольствие и в цене, и в вопросе. Ох, как сейчас все будет интересно. Почему? Да потому что жизнь идет. Как бы чтобы вы въехали. Вы думаете о бесконечности. Типа купили и забыли. Так вот я про жизнь говорю. Все, от и до ломается. Есть такая штука энтропия. Вот с ней мы боремся постоянно. И она выигрывает. Мера хаоса. Примерно из той же оперы. Если мы говорим о машинах. Это щелчки от заправки до заправки. И вы реально попали. Все, все, все. Велосипед проще, но и он ломается. Электричество сложнее, но и там случается. Вопрос, где вы можете не напрячься. Это электросила. Одно из подразделений на Комсомольской 17. Их всего два, но меня радуют оба. К слову о том, что иногда взлетать приходится. Потому что это нужно не только мне. Это уникальный цвет. Кра-со-та. О! Куда я приподнялся. Почему я сюда приподнялся? Потому что я вам показываю лампочки. Которые вы можете спокойненько прилепить где угодно. То бишь, эти лампочки удлинительные. Видите? Можно замотать. И что получается? И получается большее и лучшее качество. В принципе, чем эти лампочки интересны? Ну, вы думаете, что все просто так. В принципе, вот это обыкновенные просто таковские лампочки. Которые освещение идет вниз. А есть такие лампочки, которые вот так можно приподнять. Понимаете? Их аж пять штуков. И широко будет. А если нужно будет снизу, просто тупо вот так опустите. И уже будет вниз светиться. Да. Круто? Клево. Обязательно себе я такую возьму. У меня есть хороший дом. Я это сделаю. А есть еще дивный вариант. Вот такого характера. Видите? Чем он более интересен? Вот этого. То есть, их можно развернуть вот так вот. Понимаете? И уже вы освещаете потолок. А можно еще и подвинуть. И вот так сделать. И вот так сделать. Да? Да? Да. Круто. А еще она вот убирается вот так вот. Вот. Ну, это просто изумительно. И для тех, у кого есть сады, дачи и все остальное, я бы крайне рекомендовал прийти на Комсомольскую 17, чтобы вы из ничего сделали крутизну. Она возможна. Тю-тю-тю. Для тех, кто с мозгами. А их будет много. Хочу быстрее. И тысяч за 200. Можно. Только дайте. Сегодня все получается. Практически я на высоту взлетнул то. Там высота была. Здесь высота более интересная. Чем эта высота более интересная? Ничего-ничего-ничего. Очень скоро, очень скоро я вам покажу. Очень скоро вы увидите электромобили. Уже скоро будут они в Багнитогорске. Я исключительно рад. Но возникает вопрос. Как вы будете ездить? Да никаких проблем не возникает. Но, допустим, вы куда-нибудь поехали, ну, чуть-чуть дальше. И по расстоянию, чтобы было красивенько. Но внезапно оказалось, что, ну, примерно, вы смотрите, батареи хватит километров на 100, может быть, 50. Километров. Без разницы. А тут рядышком кафешечка есть. Да. И почему я все это дело показываю? Почему у меня здесь очень неплохая штучка под названием Энергомера. Да, Энергомера СЕ. И я вам показываю замечательные, отличные 30-ти метровые. Можно по 22 штуки соединений давить. То есть, чтобы получилось, если, допустим, все 220 соберете, то это получается 40 метров. Неплохой такой шнурочек, да? Правильно? То есть, вы спокойненько остановились и заходите к человечку, у которого будете кушать что-нибудь. Да-да-да-да-да. И спросите вы у него дивный-дивный вопрос. А сколько же он тратит все это дело на электричество? Сколько стоит киловатт-час? Скажите, вот наш счетчик. Сколько здесь? Давайте мы посчитаем. А я пока неторопливо все это дело заряжу. И пока вы будете вкушать еду, ну это примерно 20-30 минут, может быть 40 минут, то в принципе ваш электронный мир легко подзаряется. С этой счет вещи бывают интересные. То бишь, ну если вы куда-нибудь в лес поехали, машину оставили, потому что, ну ориентировочно вы вряд ли сможете на последних модификациях техники залезть туда, куда нужно. Даже если не будем говорить про джипы, но не все джипы хвастаются удалью Рено. Далеко не все. Ох, ну как лазит. Это было просто красиво. И где-то рядышком, чтобы эта машина пока заряжалась, вы тоже самое можете это сделать. Скажите, вот заплатили и все. Но другой вариант у вас возникает. Как автомобиль можно быстро зарядить? Можно долго зарядить некоторое количество времени, а можно быстро зарядить. Давайте все-таки определимся с нашими мозгами. Мои, ваши мозги, да и все. То есть мы неужели не знаем, что существует такая штука под названием сварочный агрегат? Ну есть же она? Есть. То же самое можно сделать, приподняв напряжение, допустим, на 620 вольт. Трансформатор смотаете и заряжаете. И у вас быренько-быренько ваш электромобильчик заряется. Это обыкновенные розетки. Или вам что-то еще по-другому объяснять надо? Или все-таки мозги-то должны быть у вас включены? Мне так лично кажется. Немного другая модификация, да? Очень интересная модификация. Для чего? Для вашего дивного сада. Я прекрасно понимаю, что сегодня и сейчас электричество работает. Но иногда что-то где-то бы-бы-мс и все. А чтобы вы могли бы это сделать красиво, и чтобы освещение было всегда, всегда-всегда, не сегодня, не завтра, всегда. И вот такие примочечки. Очень интересные. То есть эти штучки, они работают, используя освещение чего? Давайте все-таки определимся. У нас, если бы солнца не существовало, не существовала планета Земля. Солнце – это чистая энергия, которая вам передает удовольствие, включаемое тогда, когда необходимо. То есть поставили вот такие штучечки замечательные, да? Несложно прикрутили. Мне вот это больше нравится, она чуть больше, естественно. И некоторые варианты возникают вопросов, естественно. У вас, у всех, у каждого первого встречного. А как насчет гарантии? Так вот, если вы покупаете все это дело в электросиле, у вас гарантия целый год. То есть целый год купили, и оно будет работать. Даже если что-то случилось в последний 364-й день, вам это все дело сразу же поменяют. Итак, мы все-таки обратимся к тому, чем мы занимаемся, чем мы сейчас начинаем светить. То есть сегодня и сейчас все наши осветители, ну, я лично полностью отказался от лампочек накаливания как таковых. Во-первых, я, ну, я так понимаю, настолько жевный, как и ой. Во-вторых, как бы не сильно мне хотелось напрягать, во-первых, свой бюджет, потому что лампочки накаливания у них КПД вообще никакой, а у светодиодных лампочек КПД в разы выше, и, естественно, освещение они дают очень крутое, очень крутое. Поэтому все лампочки накаливания, по большей части, здесь, конечно же, вы можете купить светодиодные. Это очень красиво и ровно. Но возвращаясь к нашим тараканам, я имею в виду... А, кстати, не обязательно вы сможете ездить. К сожалению, сегодня и сейчас вы не сможете это сделать, потому что скоро зима будет, да? Ну, давайте на будущее будем говорить. То есть через некоторое количество времени, будем считать, примерно через полгода наступит весна. И вы сможете купить себе вот этот дивный агрегат, который использует солнце. То есть он не просто использует солнце, у него большое количество светильничков. И, в принципе, я не буду ни о чем говорить. Я буду говорить о количестве веса и места. То есть если вы полезли куда-нибудь далеко, красиво и вкусно, и я бы вам еще раз говорил, я бы напрягнул бы народ, чтобы перестали люди поджигать траву. Да-да-да. А то вот эти пожары... Мой дом вот один нехороший человек решил подпалить. Это, конечно, мне очень сильно не понравилось. И для освещения, палатки и всего остального вот такая штучка очень интересная. Спокойненько ставите, она заряжается, а потом зарядки аккумуляторов, потому что она заряжает, плюс еще аккумуляторы, естественно, заряжаются дополнительно. Вам реально хватит, чтобы вы спокойненько могли и почитать, и остальные вещи приготовить. Очень красивая и ровная штучка. Посела, посела, посела. Ой, как все интересно. Так все включается. Ой, как это все красиво, красиво. Да, меня вообще просто видно стало, да? Ну, замечательные штучки, которые находятся сверху. Чуть позже покажу. Но маленький нюанс есть. У этих замечательных штучек, которые находятся сверху. В чем этот нюанс заключается? Объясню. Так, сделаю. Что было видно, да? Рано или поздно внутренняя часть светодиодов, а это наша жизнь, а это наша жизнь. Бывает. Что делать-то будем? То есть целиком все выкидываем. Зачем целиком все выкидывать? Когда просто пришли сюда, и вот такие штучки боковые снизу просто. Возможно, они там прилеплены к чему-то там, пятое-десятое. Но когда нижнюю часть вот берете, да, они просто на магнитах прилипают. И все. То есть не надо никуда внедряться, господа мои. Мозги же есть. А, не, не мозги есть. Есть электросила, которая вам показывает, что это необходимо сделать. Взяли спокойненький вариант и переставили. Делов-то не сложно. А аромат и качество, ну и плюс электричество, которое, естественно, будет экономиться. Это для вашей цели-то и должно быть. Не летать, однако. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Взвизги, писки, но бывает. Или вы думаете, что электричество это все на бесконечности? Эх, господа мои, это все не на бесконечность. Но приятно, когда у вас есть электричество, да? Горло. Спасибо Владимиру Ильичу Ленину, а потом еще и Сталину за то, что он это сделал. Сегодня сейчас, в принципе, события немножко по-другому меняются. Я бы сделал все по-другому. По уму. Что значит по уму? По уму это атомная энергетика. Да. Когда мне начинают втирать, что был Чернобыль, во-первых, как бы вам сказать, да нехрен было куда лезть по сути событий, тогда бы не было никакого Чернобыля. А то кто-то там с мозгами навернулся, блин, и случился Чернобыль. Да, в свое время американцы когда сказали, что у них с шаттлом что-то навернулось, они спросили, а что россияне? Так они перед шаттлом нам попросили, что у вас будет. А американец подумал, ну в смысле президент Соединенных Штатов. А что у них там на че? А, Чернобыль. То есть, ну понятно, да? И то случилось. И это тут, короче, вот такая ситуация была, анекдот был, естественно. Только у них там бабахнуло 14, ну не помню сколько, а у нас чуть-чуть побольше. Ну была ситуация. Еще раз говорю, не храни куда лазить. Другой вариант, что все рано или поздно заканчивается. Ну закончилось все. Я тоже думал головой, думаю, что делать-то? А потом вспомнил, что есть электросила. Вспомнил, никаких проблем нет. То есть, все, все, знаю где, знаю что и знаю результат. И этот бы результат был бы для вас очевиден. Мне сейчас нужны силовые проводы. Я сделаю, поверьте мне. Когда мне говорят, что я странный человек, я говорю, может быть я странный человек. Но когда меня уволили с Челябинской гостерадиокомпании, мне написали пояснение, что я электроник. Когда мне задают вопрос, где у меня кнопка, ну кнопка, наверное, в голове. И мне частично эту часть убрали, мозга, вот эту. Но кнопка осталась. То есть, я этим научился заниматься. И сделаю, и никаких проблем у меня не будет. Потому что я знаю, лучшее место, лучшее место не для меня, но для всех. И это место электросилы на вокзальной 5. Кака. Вот, 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 кака. Что значит кака? И для чего кака нужно? Ну, давай все-таки мы не будем кака говорить. Мы скажем, что у нас есть замечательные резиновые провода. Ноль у них один, а двоих. Бывает. Ничего страшного. Вопрос, почему резиновые провода нам нужны? Объясняю ситуацию. Резиновые провода нам нужны, вот допустим, вот такой. Толстый резиновый провод. Куда он нужен? Ну, куда он нужен? Для автомобилистов. Естественно. Сделайте себе нормальный прикуриватель. Проходите, пожалуйста, не беспокойтесь. Вот. Кроме всего прочего, тут примочки есть такие, знаете. Даже луженые провода есть. Я немножко тупанул, естественно. Мне пришлось включить, кстати, тоже здесь я купил, газовый баллон. Разогрел. Газовым баллоном. С газовым форсункой. Это все, это есть здесь все. От и до. Вот клевая, да, штука под названием электросила, да. Что хотите, то и будет. Вот. И сделал себе такие провода. Вау! Все так обалдевают. Потому что этими проводами запускается все, что угодно. От и до. Никаких проблем нет. Сегодня сейчас я себе беру другой небольшой резиновый провод. Для чего? Ну, для чего? Я не противник Китая. Я противник того, что нам привозят. Поверьте мне. Там выбирают полное... Оно, в принципе, неплохо должно звучать, но как-то событийность немножко другая. А, то есть, у нас на улице минус 25. А у тебя провод идет в пластике. Он весь ломается, понимаете? Ну, надо быть балбесом. Ну, почему сразу бы не купить нормальный прорезиненный провод? Лучше из резины сделанный. Для меня сложностей никаких не возникает. Я все это перепаяю, естественно. Сейчас возьму этот провод и все. И будет у меня хороший, нормальный агрегат для прокачки колес. Вот такая штука. В отличие от странных товарищей, я не странный. Я благодарен электросири за то, что она есть. Человеки бывают разные. Есть жестко-сложные. Это Магнитогорск. Но вкуснее работать грамотно и неторопливо. Я из той же оперы. К слову, это работа телевидения. Кто чего раскручивает и честно, самый мозгливый это видит. Не торопясь. И ровно идет событийность. Все видят. Все. И интернет-издания. И человеки от элиты. Самая быстрая раскрутка только телевидение. Хотите вы этого или нет. Самый лучший вариант в данном событии это раскрутка электросилы. Хотите вы это или нет. При всем богатстве выбора. Честно. 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 А другой альтернативы электросили нет. Не я говорю. Мне люди говорят, которые ездят. Вы думаете, что только я вот такой интересный рассказываю. Да нет, конечно. Бред это все. То есть есть люди, которые ездят. И в Челябинске. И в Уфе бывают. В Екатеринбурге тоже. То есть они всегда говорят, что что-то случилось в Магнитогорске. Почему что-то случилось в Магнитогорске? Ну почему случилось? Потому что у нас есть электросила, которая говорит, берите много, дешево, вкусно. Сегодня и сейчас различных категорий по небольшой цене. Потому что это вам необходимо. Мы не собираемся на вас напрягать деньгами то. Там все хватает. Ровно, красиво. И замечательно. И самое забавное. И самое забавное, что это есть самый грамотный принцип. Кто-то не понимает. Да, это ихние тараканы. Почему телевидение? Потому что неторопливо, ровно и красиво я это объясняю. Не только я. Говорят люди, которые это делают, уносят до ваших мозгов. А сказки про интернет это чистые сказки. Круче телевидения ничего не бывает. А круче электросиллы в городе Магнитогорске. Да и не только. И по деньгам, и по всему остальному то же самое.